Генеральный прокурор США Уильям Барр, по вполне знакомой украинцам традиции, пытается демонстрировать из себя большего государственника, нежели это предусмотрено буквой и духом закона. Так, в конце прошлой недели он, развивая идеи Дональда Трампа по сдерживанию китайского телеком-гиганта Huawei, заявил, что Китай стал главным геополитическим противником США, признал лидерство Поднебесное в сфере разработки оборудования для 5G и выразил опасения, что Китай будет иметь возможность блокировать поставки телекоммуникационного оборудования, а потому нельзя допустить зависимость промышленного интернета от китайских технологий. Справка. В декабре 2019 года Палата представителей США приняла законопроект, запрещающий правительству покупать телекоммуникационное оборудование у компаний, которые рассматриваются как угроза национальной безопасности. Под это определение подпадает китайская Huawei. Законопроект также предусматривает помощь со стороны правительства небольшим поставщикам услуги связи, которые должны будут отказаться от сомнительного оборудования. Согласно законопроекту, Федеральная комиссия по связи США должна будет создать программу стоимостью 1 миллиард, чтобы помочь провайдерам связи заменить подозрительное сетевое оборудование на технологии, которые власти считают более безопасными. Переводя подозрения и опасения в практическую плоскость, генеральный прокурор США выступил с неожиданным предложением о том, что Соединенным Штатам и их союзникам следует рассмотреть возможность покупки контрольного пакета акций финской Nokia и шведской Ericsson для противодействия доминированию китайской компании Huawei в сфере сетей пятого поколения 5G. Реализовать эту идею БАР предложил либо напрямую, либо через консорциум частных компаний из США и стран-союзников. Цитата. «Благодаря нашему обширному рынку и финансовой поддержке одна из этих компаний, или они обе, станут более сильными конкурентами и разрешат опасения насчет их жизнеспособности». Нужно отдать должное. Если американский эстеблишмент хочет развивать конкуренцию, то не только закон, но и сам здравый смысл их в этом стремлении не остановит. Не говоря уже о законах рынка, на которые могут надеяться только слабаки. В целом же, государственные инвестиции в США – это большая редкость в принципе, а в иностранной компании – полная экзотика. Тем не менее, акции Ericsson и Nokia радостно подскочили на заявление БАРа, что, несомненно, заставило Якоба, третьего из четырех братьев Валенбергов, чья семья вместе с третьей частью экономики Швеции владеет по случаю и компания Ericsson, поинтересоваться, кто такой этот БАР. Не сомневаюсь, что уже через несколько секунд ему доложили, что БАР в прошлом был юридическим консультантом мобильного оператора Version Communication Incorporation, откуда и перенос на свою нынешнюю должность желание порулить телекоммуникационной сферой. Мы не знаем, кому именно после этого звонил Якоб Валенберг, но уже на следующий день целый вице-президент США Майк Пенс заявил, цитата, «При всем большом уважении генеральному прокурору Барру, мы считаем, что лучший путь вперед – это то, что недавно объявил Аджит Пай». Конец цитаты. Аджит Пай – председатель Федеральной комиссии связи США, который предложил высвободить больший спектр частот для использования беспроводной связи 5G. Вслед за Пенсом успокаивать Валенбергов бросился экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, заявивший, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Нокио и Эриксон, а оборудование этих компаний необходимо для создания инфраструктуры 5G. Но правительство США не занимается покупкой компаний, будь то внутренние или иностранные. Впрочем, мы же понимаем, что генеральный прокурор Барр просто держится в келеваторной струе своего шефа Дональда Трампа, который, по свидетельству авторитетнейшей Financial Times, наорал в телефонном разговоре на британского премьера Бориса Джонсона, за то, что тот, а точнее Совет по национальной безопасности под руководством Джонсона, дал китайской Huawei разрешение на участие в развитии сетей 5G на территории Великобритании. Правда, с рядом существенных ограничений. Источники британского делового издания сообщили, что люди, находившиеся в кабинете премьер-министра Великобритании, были ошеломлены грубостью того, как президент Трамп разговаривал с премьером Джонсоном. Американский президент был в ярости и выразил ее в самых энергичных выражениях. С другой стороны, вежливо и дипломатично британского премьера уже просили. Госс-секретарь Майк Помпео в ходе визита в Великобританию заявлял, что Вашингтон будет оценивать, как Великобритания будет реализовывать запланированные проекты, имея в виду сотрудничество с Huawei, и многозначительно добавил, что у британских властей еще есть шанс пересмотреть выполнение данных планов. Ранее, в декабре прошлого года, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан предостерег Великобританию от допуска Huawei к телекоммуникационным сетям 5G, заявив, что такой шаг создаст риск для секретных разведывательных служб Великобритании. Возможно, конечно, я ретроград и консерватор, но по сравнению с многолетним присутствием Ми-5 и Ми-6 в списках топ гей-френдли работодателей Британии, а в 2016 году Ми-5 даже возглавила этот список, риски от коммунистических телекоммуникаций в виде программ-шпионов, как мне кажется, преувеличены по сравнению с иными коммуникативными рисками, заканчивающимися СПИДом. Впрочем, Китай тоже не собирается сидеть сложа руки. В минувшее воскресенье, по информации Bloomberg, КНР предостерегло Францию от исключения Huawei Technologies Corporation из сетей 5G. Посольство Китая в Париже призвало Францию установить прозрачные критерии и одинаково относиться ко всем компаниям, предупредив, что различие в обращении в зависимости от страны происхождения компании будет рассматриваться как вопиющая дискриминация и замаскированный протекционизм. В заявлении посольства содержит также плохо скрываемая угроза. Мы не хотим, чтобы развитие в Китае финской Nokia и шведской Ericsson пострадало из-за дискриминации и протекционизма в отношении Huawei со стороны Франции и других европейских стран. Понятно, что акции Ericsson и Nokia от таких заявлений отнюдь не склонны ползти вверх, а упомянутому выше Якобу Валенбергу, несомненно, пришлось звонить в Париж. Спасибо Еврокомиссии за отмену роуминга внутри Евросоюза. Что же касается Украины, то в отличие от Польши, мы продолжаем активно сотрудничать с Huawei. О преимуществах и рисках 5G, связи в руках Поднебесной, мы поговорим с экспертом в сфере телекоммуникации Алексеем Масимым. Алексей, давайте начнем с такого вопроса. На сегодня доля Huawei на мировом рынке 40%, Ericsson 17%, Nokia, если на швайс там немножко больше 10%, то есть, ну, в общем-то, с одной стороны есть отрыв Huawei, а с другой стороны они вроде бы как не являются монополистами на мировом рынке. Вот в связи с этим первый вопрос, насколько обоснована тревога, в первую очередь, Соединенных Штатов, что они уступают Китаю технологическое первенство вот в этой сфере 5G-связи? Ну, тут надо учесть уровень, ну, скорость экспансии. Дело в том, что Huawei же достаточно новый игрок, и, допустим, на Украине он вытеснил буквально за последние 2-3 года тот же Ericsson и Nokia. И получается, что во всем мире точно так же, то есть 40% Huawei, это свежие 40%. Это последние годы. Да, а Ericsson сейчас находится в такой странной ситуации, когда они хотят быть в компании, которая представляет, опять-таки, разработку программного обеспечения и пытается уйти, наоборот, от аппаратного обеспечения, которое у них успешно нажимают китайцы. Поэтому тут как раз очень такая опасная ситуация. К тому же, ну, и Nokia, и Ericsson даже не американские компании. Ну, возможно, они ближе, поскольку они Европа. Европейские. Да, но все равно, да. И делать ставку на Ericsson и Nokia в данном случае тяжело, если не учитывать как раз вот санкции. Вот с санкциями чуть попроще. Смотрите, американские должностные лица, первые лица употребляют такое все время сочетание угрозы для промышленного интернета. Скажите, что имеется в виду, ну, вот на простом языке? Ну, по факту, все же ожидали как раз в прошлом году, но в наших странах не случилось еще роста интернета вещей резкого. Причем и Россия ожидала какого-то бурного-бурного роста, который не пришел, и Украина тоже. А по факту в той же Японии, ну, и в той же Европе большинство абонентов мобильных – это устройства. То есть устройства, в которые вставлены сим-карты, которые сообщают метрики измерения температуры, датчики, давления и прочее. Правильно ли я понимаю, что, допустим, в Японии еще в ряде стран главными заказчиками у гаджетов являются другие гаджеты? Очень примитивно. Ну, количество сим-карт на одного абонента Японии в устройствах было 9 к 1. То есть 9 стояло в устройствах, я думаю, сейчас даже больше, сейчас, может, до 12 даже доходит. По факту, то есть на одного человека есть 9 устройств. Ну, и, соответственно, все эти устройства, они идут через общую сеть. Им нужен 5G интернет, опять-таки, потому что большинство из этих устройств, им нужна энергомалопотребляющее оборудование. Там не может быть стоять сим-карта обычная для 3G, 4G, поскольку просто он там проживет неделю и сдохнет. А на 5G такие же устройства могут жить порядка года, поэтому считается, что все промышленное оборудование будет как раз работать на 5G. Ну, и, соответственно, все данные отправлять через сети мобильного оператора. Если на мобильном операторе будет стоять китайское оборудование, а претензии воспитательные к Huawei. То есть Huawei изначально пообещали сотрудничать одним образом с американскими властями, но выяснилось, что они наградили своих сотрудников, которые поставляли оборудование в Иран. И поэтому Штаты начали это как воспитательный процесс, который, конечно, наверное, имеет какую-то экономическую подоплеку, но она пока скрывается. Я очень примитивно тогда спрошу. Есть опасения о шпионском оборудовании? Имеется в виду, что если оборудование чужое, то там может быть программная закладка или аппаратная закладка. И по факту, за счет того, что оборудование сейчас сложное, проверить практически невозможно. Но это пока упреки и подозрения, или все-таки уже есть доказательства? Насколько я знаю, доказательств нет. И поэтому та же Британия говорит, что мы не нашли никаких угроз, и ваша политическая игра нам пока не близка. Но опять-таки, как с любой закладкой, это называется закладка, допустим, программа, пока она не сработала, нельзя говорить, что ее нет. То есть как только данные пошли, и есть информация о том, что вот данные передаются, то тогда можно говорить, что она найдена. Но в спящем режиме это оборудование или программный код, иногда, кстати, может, как часто бывает, это какая-то ошибка даже. То есть это ошибка, которая позволила потом получить данные несанкционированным образом. То есть там все бывает даже сложнее, чем умышленно. Бывают утечки неумышленные с точки зрения производителя оборудования, но умышленные с точки зрения тех, кто ломает. Понятно. Хорошо. Соединенные Штаты пытаются заблокировать продвижение, опять же. А какую они альтернативу предлагают? Ведь если мы говорим о недобросовестной конкуренции, предполагается, что у того, кто занимается недобросовестной конкуренцией, есть свой товар, может быть, он дороже, чуть хуже качества, но он в той же сфере, может быть. У американцев что-то есть? Нет, ну американцы говорят, что мы непосредственно против того, что стояло оборудование Huawei, но мы готовы сотрудничать с Nokia, с Ericsson. То есть американских нету, да? Ну, американских нету, насколько это. Ну, это просто дорогое развлечение, и для того, чтобы вывести такого игрока на рынок, даже вот Штаты не могут себе такого позволить пока. Ну, а что касается Китая, ну, это, в принципе, Huawei, это же национальная программа. Я сейчас не говорю про форму собственности, какая она, это коммерческая, можно сто раз говорить, что предприятие, но предполагается, что это, как бы, оно опирается на мощь Китая как государства. Ну, так, по крайней мере, кажется, но данных, допустим, у меня нет, я не слышал такого, что именно Китай считает это национальная компания. Ну, с Китаем, да. Ну, не де юре, де факто мы говорим. Ну, опять-таки, это, наверное, на уровне слухов, и на уровне вовлеченности, опять-таки, лиц, которые связаны с государством. Алексей, последний вопрос. У нас вот во время последнего визита Помпея, но это уже не первый раз, делали нам замечания по поводу китайских там инвестиций. Ну, в первую очередь, судя по всему, Помпея имел в виду моторсеть, но на самом деле, вот в отличие от Польши, которая не сотрудничает с Хуавеями, запретила развитие, Украина, наоборот, активно Хуавей сотрудничает, включая, есть общие образовательные программы, вот из последних новостей, с политехническим институтом, то, что вот можно найти. Вот тут вопрос, проблемы будут с этим, с американцами? Ну, я думаю, что в целом, пока мы, как рынок, для того, чтобы давить именно на нас, на Украину, не сильно интересны, но так как наши мобильные операторы являются частью больших мобильных операторов, которые развернуты в других странах, то, возможно, через штаб-квартиры, то есть, допустим, тот же Киевстар, через Вион, через штаб-квартиры эти результации получены. Более того, мобильные операторы уже порядка двух лет находятся в такой шаткой позиции, поскольку они отстаивают свои интересы и свои инвестиции, но поскольку в это оборудование, которое выбрано, потому что дешевле, мощнее, там, при тех же ценах, инвестированы большие деньги, и вроде бы пока решено, что ситуация стабильна, то есть, по крайней мере, не требует от нас, как, ну, просто потому что, наверное, мы маленький рынок, и мы, это не те угрозы, которые могли бы быть, если это оборудование было развернуто в штатах. Но теоретически надо быть готовым, что блуждающий взгляд Дональда Фредовича остановится на Украине и поинтересуется, как там дела с Хуавей. Ну, это будет, ну, то есть, с точки зрения денег, риск огромный, но пока просто процент того, что от нас потребует, церковь на казахстанском, мало, но, ну да, деньги там огромные, конечно. Понятно. Ну, и, наверное, последний вопрос. Теоретически, можно ли ожидать какого-то нового игрока, вот кроме Хуавей и двух скандинавских или североевропейских компаний? Ну, теоретически, да, но это... Ну, от кого? Ну, я, конечно, спросил. Да, когда-то уровень маска, я не вижу, да, от кого. В том-то и дело. Ну, то есть, вроде бы, как потенциально бюджеты позволяют, но нет заинтересованных сторон. Ну, то есть, уже и так, при условии, что есть китайцы, есть вот европейские компании, такие, как Nokia Erikson, появление еще одного игрока, ну, то есть, даже на таком рынке, сложно зарегулированном, ну, мне кажется, не очень, ну, как бы, нет предпосылок для этого. Я себе представляю, как плачут инвесторы, когда Маск поет «Гори, гори, моя звезда», и представляют себе инвесторы, сколько может сгореть еще инвестиций в этом. Не, ну да, вот если появится какое-то оборудование совершенно нового типа, например, там, идет же речь о низковетящих спутниках, идет речь о воздушных шарах, если вот какой-то прототип такой начнет развертываться, в том числе Маск и Цукерберг там часто об этом заикаются, или Амазон, то тогда, да, тогда новый игрок может появиться за счет какого-то нового технологического слоя. Ну, а 5G, ну, штаты же не хотят отказываться от 5G, ну, то есть, более того, они не с первых его развернули. Поэтому то, что они как раз в Европе постараются это притормозить, связано как раз с тем, что они хотят, чтобы, опять-таки, доминация… Дело в том, что на 5G вешается хорошо программный слой, то есть все приложения, и штаты хотят… Вот есть мнение экспертов, штаты хотят бороться как раз за то, чтобы эти приложения были разработаны в Штатах. То есть, что оборудование не американское, но лояльное, а программное обеспечение условно американское, поскольку разработчики, как раз в районе обеспечения, находятся в Штатах почти полностью. А китайцы борются за то, чтобы этот слой был у них. И они за счет того, что у них фаерволк, хотят сначала развернуть у себя, а потом постараться захватить Европу и Штат. Ну, как учит Трамп, покупая американцев. То есть, борьба идет даже не за железо, а за следующий уровень, который будет получать данные от оборудования. Благодарю вас, Алексей. Я думаю, мы время от времени с вами будем встречаться и обсуждать, безусловно, эту очень интересную тему, потому что такое впечатление, что именно сотрудничество высоких технологий во многом подменяет, вернее, конкуренция в высоких технологиях во многом подменяет конкуренцию в военно-технической сфере. Ну да, сейчас, да, после того, как начался процесс Huawei, создается такое впечатление, что как раз ВНА сейчас идет за технологией. И ведутся активные действия. Но это очень, да, интересный кейс. Благодарю вас, Алексей. Спасибо и вам.